Привет, друзья, любители природы и увлекательных открытий! Сегодня мы отправимся в удивительный мир байбаков, или как их еще называют, сурко. Эти небольшие, но умные создания обладают множеством фантастических качеств, о которых я с удовольствием расскажу вам сегодня. Готовы окунуться в этот захватывающий мир? Тогда давайте начнем! В древности степной сурок властвовал на просторах степей, словно незабываемый хранитель этих земель, простираясь от венгерских просторов до берегов Иртыша. Но время неумолимо меняет ландшафты, и под влиянием пахоты его присутствие стало драгоценной редкостью. Сегодня он укрывается в нескольких изолированных уголках, в зарослях оврагов и в балках Харьковской и Луганских областей Украины, на просторах Южной России и Среднего Поволжья, в безбрежных степях Заволжья, Южного Урала и Северного Казахстана. Байбак – настоящий хранитель злаково-разнотравных степей, природный чемпион этих просторов. Если поля обрабатывают и становятся недоступными, сурки перебираются на нетронутые просторы, на заросли в уединенные оазисы-залежи, склоны оврагов вдоль речных долин, туда, где еще звучит природная мелодия. Сейчас таких мест осталось совсем немного – на пахотных полях. На посевах зерновых и среди огородов Байбаку неуютно. Это место для него временное и вынужденное. Байбак – настоящий гигант среди своих собратьев в семействе Беличьих. Представьте себе, его тело вытягивается на 70 сантиметров, а самцы могут весить целых 10 килограмм. И что за потрясающие черты? Толстый корпус, словно призванный для могучих подвигов. На коротких, но крепких лапах, с внушительными когтями. Голова у Байбака величественно возвышается. У плащина слова создана для великих замыслов. И сидит на короткой, но крепкой шее. А вот узнать Байбака среди всех сурков проще простого. Его хвостик всего лишь 15 сантиметров, словно намекая, что у этого великана есть свои тайны. А вот его песчано-желтая расцветка – настоящее произведение искусства природы. Никаких рисунков, только искрящаяся однотонная красота. Как будто солнце оставило свой отпечаток на его могучем теле. Великий архитектор из степей Байбаки живут в удивительных многолетних колониях, создавая свои подземные лабиринты с разнообразными норами. В этом потаенном мире сурков каждая нора как отдельная история. Временные жилища скромны и практичны, служат пристанищем от бурь и неожиданностей. Их краткие коридоры ведут в безопасности, иногда оставаясь в тени ночи. А вот постоянные норы – настоящее произведение искусства подземного строительства. Летние норы впечатляют сложностью, сетью ходов, связанных с внешним миром, множеством выходов. Здесь каждый поворот кроет свою историю. Тупики, места для уборки – все выверено до мельчайших деталей. Глубоко на глубине трех метров раскинулись гнездовая комната, уютно устроенная с сухой травой и корнями, словно палатка в лагере исследователей. Зимнее убежище сурков – настоящие подземные крепости, где гнездовые камеры спрятаны в непромерзающих слоях земли глубже на 7 метров. Здесь каждый ход – как дорога в неизвестный мир. В невероятно сложных норах можно найти несколько комнат разного размера, словно этажи в загадочном особняке. При создании этих чудесных жилищ сурки выносят на поверхность грунт, возвышая холм сурчину, свою визитную карточку в степи. Светлый цвет сурчины выделяется на фоне черноземов, словно яркий акцент в природном пейзаже. Смотрите вокруг. Здесь, на этой сурчине, сурки охотно наблюдают за окрестностями, создавая свои наблюдательные площадки. Окружающая растительность здесь – настоящее чудо, ни на что не похожее. Она заносит вас в сказочный мир. В этом волшебстве сурчин можно увидеть необычную волну, которая преображает ландшафт в чудесное произведение природы. Смотрите, какой удивительный гурман – степной сурок. Его стол накрыт изысканными растительными угощениями, а среди них особенное место занимает дикий овес – пырей, цикорий, клевер и полевой вьюнок. Каждый сезон приносит свои предпочтения. Весной сурки наслаждаются корневищами и луковицами, проснувшимися после зимнего сна. Летом – молодые ростки злаков. Пышное разнотравье и волшебные цветы становятся настоящим праздником для этого зверяка. А как только с зной лета начинает печь степную землю, байбаки отправляются на поиски оазисов с сочной травой, далеко покидая свои норы. Они просто знают, где находится настоящий природный бар. Интересно, что семена и плоды в их желудках перевариваются не до конца. И вот таким образом сурки распространяют растения, подарив им новую жизнь в других уголках природы. Одним словом, настоящий гурман-сурок. За один день он способен ухитриться съесть до полутора килограммов волшебной зелени. Но не только вегетарианец байбак. Также он не прочь насладиться букашками, улитками, гусеницами и даже муравьинными куколками, приправленными свежей травой. Заготовки на зиму? Нет, это не про байбаков. Они живут здесь и сейчас, в полной гармонии с природой, наслаждаясь влагой росы и водой, запертой в стеблях растений. Вот что за удивительное зрелище. К канону холодов сурки готовятся к зимнему путешествию в мир снов. Они набирают рекордные запасы, достигая 1200 граммов чистого жира. Представьте себе эту невероятную энергию, готовую сопротивляться морозам. Ближе к концу августа и в начале сентября сурки собираются в своих зимовочных гнездах, создавая маленькие спальные кварталы для 20 особей. Входы в норы они заполняют прочными пробками, изготовленными из скала, камней и камней. И вот они погружаются в глубокий сон, который принесет им покой на целых 8 месяцев. Даже в самые жестокие морозы в норах температура не опускается ниже 0 градусов. А какие превращения происходят внутри сурков во время спячки? Их жизненные процессы замедляются до абсолютного минимума. Температура тела падает с обычных 38 градусов всего до 5. Дыхание сокращается до 3 вдохов в минуту, вместо обычных 24. Сердце бьется редкими ударами, а не сотнями в минуту. Зимой сурки словно волшебные артисты не питаются и почти не двигаются, полагаясь на свои невероятные жировые запасы. Однако, благодаря низкому энергопотреблению во время сна, они просыпаются весной, будто звезды на подиуме с запасом в 100 граммов чистого жира. Вот вам настоящая история пробуждения героев степей. Концерт природы начинается в конце февраля-начале марта, когда сурки просыпаются от своего зимнего сна. Они собираются в команду и приступают к ремонту и расширению своих гнезд. Как настоящие мастера, первые лучи солнца и вперед на подвиги. Уже при восходе солнца зверьки отправляются на поиски пищи, готовясь к новому дню. А на поверхности они поддерживают связь, словно настоящие командиры. Зрительную, поднимаясь на столбик, и звуковую, перекликаясь и предупреждая об опасности. Вот это настоящий спектакль в природе. И необычное обострение слуха, ведь у сурков он слабее, чем зрение. Для них главный сигнал не свист, а взгляд бегущего к нареза родыча. Очаровательные сторожа, двое из колонии, бдят, пока другие наслаждаются кормежкой. Вот это слаженная работа команды. Но и среди героев бывают отважные бегуны, которые могут разгоняться до впечатляющих 15 км в час, стремясь к спасению в своих убежищах. Каждый шаг, каждая пауза, как эпопея в этом бескрайнем мире. Это настоящее приключение, событие, которое разворачивается на поверхности Земли 14 часов в день. Сурки перебегают свои поля, иногда замирая в восторге перед этим необъятным миром. И каждый момент этой истории полон волнения и неожиданностей. Ведь великие приключения начинаются с первых шагов в новый день. В этом захватывающем мире байбаки несомненно имеют свои древних противников. Представьте себе эту динамическую борьбу за выживание. На сцену выходят естественные враги, готовые испытать силу и выносливость наших героев. Главными среди них являются хитрые лисы, которые выступают как настоящие мастера засад. Эти хищники, понимая, что байбаки великие строители своих убежищ, тщательно планируют свои атаки. И не забываем о динамичных персонажах-мангустах, которые в этом захватывающем представлении выполняют роль идеальных охотников. Их стремление к победе и выживанию не знает границ. И вот перед нами живая картина взаимодействия природы. Полная неожиданных поворотов и захватывающих моментов. Каждый враг – настоящий испытатель для байбаков. А каждая победа становится невероятным достижением в этом захватывающем природном спектакле. Теперь пришла пора погрузиться в мир удивительной семейной жизни байбаков. В мартовских вихрях начинается настоящий бал бракосочетания. Загадочные связи, завораживающие в это время, приведут к удивительным событиям. Беременность с уроком держит в нетерпении. В течение 30 дней. И вот на свет появляются маленькие чудеса – 4 детеныша. Они выходят к нам голыми и слепыми, но уже готовыми взбираться в этот огромный мир. Длиной всего 9 сантиметров и весом 30 грамм они представляют собой всего 1% от веса своей матери. Ранее считалось, что семья сурков состоит из родителей и двух наблюдательных детенышей погодков. Однако наблюдения за этим удивительными существами раскрывают, что часть молодых путешественников исследуют мир самостоятельно, присоединяясь к другим семьям. А их родители дружно принимают свои объятия чужих малышей. Сурчата проводят время с родителями до наступления следующего лета, а потом отправляются в свои собственные приключения – строить собственные норы. Но даже зимой они не остаются в одиночестве, ведь вместе с родителями все переживают этот волшебный период. И только на третий год своей удивительной жизни они достигают зрелости и начинают строить свои собственные семьи. Спасибо, что присоединились ко мне в этом захватывающем путешествии в мир байбаков. Надеюсь, что вы насладились этим увлекательным рассказом о жизни и приключениях этих удивительных существ. Помните, что каждый из нас может нести свой вклад в сохранение этой невероятной части природы. Давайте беречь ее и уважать, чтобы будущим поколениям было чем восхищаться. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и до новых встреч!